Второго послания, второй главы, где очень, как-то вот так вот сурово, Господь говорит о тех, которые приняли благодать, но не сохранили ее. Слушайте, но с ними случается поверной пословице. Пес возвращается на свою блевочину и вымытая швеня идет валяться в грозе. И, наверное, Господь или Петр Духович сказал так потому, что если учесть, что он нам дает благодать в жизни и наше отступление, то, наверное, мягче и говорить нельзя. Особенно, если учесть, что довольно часто Господь дает нам некоторую свободу вообще без борьбы. Что я имею в виду? Вы знаете, что не все люди, когда приходят к Господу, очень легко освобождаются от своих пороков, которые их угнетали. И некоторые ведут очень жестокую борьбу длительное время именно с пьянством, с курением и с другими пороками. И не в чем это легко очень дается. И я могу несколько понять, что когда человек, который в одно мгновение во время покаяния получил свободу от алкоголизма, получил свободу от курения, получил свободу от наркотиков, что, вы знаете, не очень легко дается. И вдруг, через два, через три забыл и опять полез туда-то, то, наверное, по-другому нельзя и говорить. И мы сами так говорим, когда мы делаем человеку добро, а он впоследствии, это вообще перечеркнет, мы говорим, ну и свиняш ты, да? И вроде и нормально, но вообще-то, ну, Бог нам никогда не советовал так обращаться к людям. Но он сам имеет полное право нас так назвать, да? Я думаю, вы согласны с этим. Я вам не могу так сказать, я должен выбирать слова. Вы мне тоже, наверное, ну, наверное, это уже как хотите. Но уже когда Бог называет вещи своими именами, и видя, что человек получил, и как он с ним обошелся, имеет полное право так сказать. И на это нельзя обижаться. Почему я так говорю? Потому что я знаю такие случаи. Я вам о них говорил. И многие из них, эти случаи, вообще никогда не выставлялись на вид. Когда люди получали свободу от того порока, в котором находились почти целую жизнь, и потом так вот легкомышленно думали, что и опять все так будет. Вот пойду, сделаю, а потом опять продупакаюсь, и опять то же самое получу. Вы знаете, никогда такого. Я, в всяком случае, такого не помню. Я не говорю, что такие люди вообще находятся в безнадежном положении, но уже легко так не будет, как было первый раз. Поэтому я очень хотел бы, и еще раз напоминаю вам, если вы пришли к Господу и получили свободу от вашей серьезной проблемы, и это, кажется, вам досталось так легко и просто, то надо ценить, что Господу это досталось нелегко и непросто. Это все было через долгов и сделано. Поэтому нам сегодня, если мы получили от Господа, давайте будем дорожить тем, что мы получили. Божие даяние. Вы помните местописание, которое говорит так, всякое даяние доброе и совершенный дар не сходит свыше от Отца Света, у которого нет изменения и ничем не перемены. Вас хотел, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. И так далее, и так далее, и так далее. Вот освобождение от порока, освобождение от зла нельзя найти на земле. На земле этого нет. Это приходит с неба. Это приходит не простым, не естественным, а сверхъестественным. А вы знаете, что все-таки сверхъестественным надо дорожить, наверное, сильнее, чем таким простым и естественным. Поэтому я просто напоминаю, почему, если хочу обратить внимание, не всегда люди при покаянии получают освобождение. Я еще раз, еще раз хочу напомнить вам, даже учитывая то, что я буду читать с третьей главы, это уже второе постание пишут вам, возлюбленные, у них напоминание возбуждает ваш чистый смысл. И я часто повторяю, кажется, уже прописные и известные истины повторно, чтобы они запомнились, чтобы они запомнились. Не всякое покаяние есть покаяние. Что в нашем понимании означает покаяние? Снаружи, как мы видим покаяние? Этот человек выходит вот сюда. Что ты хочешь? Хочу служить Господу. Ну и прощи прощение. И, как правило, покаяние сопровождается плачем. Но я не хочу сказать, что если на ваших глазах не было слез, то у вас и покаяния не было. Но, как правило, внутреннее оплакивание своего состояния, оно должно быть. Нельзя с улыбкой каяться. Как я ни разу говорю, то, что я видел, я хочу покаяться. Ну, знаете что, ну, я не понимаю, я не могу совместить, как это может быть так. Ну, 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 ну что-нибудь, ну, получить что-то, услышать, ну, хочу. Но я могу понять это. Я могу понять, когда человек радуется, когда покаялся Тоже могу понять Но как кается, смеючись, не знаю Вот лишь для меня на моем уровне Может у вас более высокий уровень духовный, более глубоко понимаете Но я не понимаю такого Хотя я опять не говорю, что вы должны пролить реки шлез, чтобы были лужи на полу Я это не имею в виду Но внутреннее состояние – это состояние оплакивания прошлой жизни Без этого невозможно покаяние И я повторю то, что я уже не раз повторял Что покаяние – это, по сути дела, рождение новой жизни Потому что, когда мы каемся, Бог прощает и уничтожает наш грех И мы тогда становимся живыми для Господа Мы родились И практически всякое рождение ребенка, оно сопровождается плачем Таким образом, он первый раз вдыхает воздух, первый раз С плачем Но я не стал бы знак равенства ставить здесь Может быть, ну Ну и не совсем это знак равенства Хотя, как правило, это так происходит И довольно часто Не сами люди не понимают, что такое покаяние И мы не можем оценить это покаяние Почему? Я наблюдаю такую картину Очень часто приходят люди Приходят на исповедание И у некоторых людей Это очень и очень и очень глубокое падение Но мы начинаем молиться Потому что у них Не вот послушают, что там одержимое, там Да и у самого что-то у сердца есть А вдруг и я А вдруг и у меня так Ну и естественно, и у меня так было в свое время Это можно сказать Некоторые нормы нашей христианской жизни Начиная молиться У них ничего нет Они свободные люди Просто через мысли дьявол давит В другом случае Что-то одно было Я понимаю, что когда люди приходят освобождаться То они хорошо продумывают свою жизнь А я некоторым, когда не готовят гуртак Иди сейчас поедь домой Потому что я говорю Что ты должен сделать О чем должен говорить И если ты на это сегодня не способен То едь домой Хорошенько продумывай Потому что это очень серьезный шаг И такие вещи делайте легкомысленно Проверь все хорошо Наберешь мужество, если наберешь Тогда проезжай Если нет, значит нет Это практически не мне надо Это надо для того Кто это делает И вот я наблюдаю такую картину Своим словам возвращаюсь У некоторых одно, что только было И одержимость И остается И войну надо вести У другого-то целая куча Как мы сегодня говорим И человек свободный Почему? Я на вообще 100% не отвечу на этот вопрос Это вопрос не такой простой Но я хорошо понимаю Процентом на чем Десят? При покаянии не было Должного покаяния Что я имею ввиду? Люди плакали Люди искренне просили Чтобы за них молились Но они оплакивали Не свои грехи Вспоминающие Они оплакивали Свою искалеченную жизнь Они оплакивали Свои разбитые щемни Они оплакивали Это свое положение в обществе Которое пришло Так как к самому ниже подошло Они оплакивали то Что жить осталось Короткое время И для меня И для вас Это покаяние А перед Богом Его не было Вы меня понимаете О чем я веду речь? Это повторение Для напоминания Возбуждаю чистый смысл Что значит покаяние? Покаяние не значит Даже то Что вы уже в старости И все мы понимаем Что Шаг за шагом День за днем Мы продвигаемся К вечности И нам придется Стать при лице Господне И отчет дать И даже Не это является Самым важным аргументом При покаянии Что жизнь укорачивается Полноценное покаяние Когда человек В своем сердце Вспоминает Грехи свои Ну все Я думаю Что все не вспомнив За 60 За 70 лет Узловые моменты Вот то Что остается в памяти Что иногда Мучает во сне Что иногда Повторается в жизни Вот Все вот это Оплаканное Оно дает Право Господу Простить грехи И очистить От всякой Неправды Вы помните Вы помните Этот текст Писания Что если мы Исповедуем Грехи наши То он Будучи верным И праведен Что сделает Простит нам Грехи наши И что дальше И очистить Нас От всякой Неправды Это не одно И то же Вот это Всякая Неправда Это Есть Последствия Греха Это И к демонам Относится Это Относится И к нашим Поступкам Которые Очень трудно Исправляются А это Может быть Не в то Мгновение Когда грехи Простены Это Процесс Вы Наверное Помните Местописание Которое Говорит Что Святые Пусть Что еще Делают Ну вы Понимаете О чем Нам идет Мы говорим Когда пришел Господь Бог Все Простил И это Правда Всякое Дело Было Прощено А корни То Часо Нас Прощадывают Очень Долго Ну которые Опять Склоняют К греху Вот как раз Здесь Речет Очищен От Всякой Неправды А это Уже Может быть Не раз Не два И не три Надо подойти К Богу Я еще раз Повтораю Что я Сегодня Не отвечу Вам Почему В одних Вот так Просто Других Труднее Это Вопрос Наверное Не наверное А то что Один Бог Знает Но я просто Говорю То что Я вижу Я факты Констатирую Что такое Бывает И даже У нас В жизни Такое Бывает Каждый По себе Это замечал В жизни А поэтому Я просто Очень хочу Чтоб мы На сегодняшний День Дорожили Тем Что имеем И не надеялись Вот сделаю А потом покаюсь И Бог Опять просит И хорошо Знаете Что когда мы Делаем это Сознательно То не так Легко В последствии Бывает Расчитываться С тем Что мы Сделали Если это Неожиданно Нишайно Непреднамеренно Но как будто Ушел Где-то В скрытой яму Вскочил Это один вопрос По-разному Квалифицируется Правда Два человека Попали Под машину И умерли Один Зазевался И машина Избила А другой Специально Кинулся Туда То первым Мы что Говорим Ну неосторожный Бог Попустил А во втором Случай что Самоубийца И вот Параллель Войте Провести В любом Вопросе И оценить То Что с нами Происходит В нашей Жизни Одинаковая Ситуация Обе Закончились Смертью Ну если Допустим Сегодня Мы как Верующие Люди Если даже Попадем Куда-то Ну что ж Мы имеем Жизнь Спечную А если Руки На себя Наложим Никаких Разговоров Не ведите Об этом То все Поставлен Крест На всем И разговоров Даже не ведите Об этом Но Нужно Снаружи Выдел Одинаково И там Смерть И там Смерть И там Катастрофа Автомобильная И там Но в одном Случай Это не от нас Зависело Может быть В некоторой Мере от нас А в другом Случай Только от нас А финал И результат И оценка Будут Совершенно Разными Третья глава Я обращаю Внимание Уже Более Конкретно На этот Первый Стих Второго Послания Это уже Второе Послание Пишу К вам Возлюблены В них Не понимают О чем О чем Говорит Этот Текст Писания И Это Местописание Ведь Если неправильно Понимать Местописание То мы Не сможем Достигнуть Конечной Цели Которую Мы имеем Хорошей Цели Вы знаете Вот это Слово Смысл Это Одна Из Частей Мудрости Мудрость Имеет Формулу Вы помните Когда Бог Говорил О мудрости То Он сказал Так Кто Дал Смысл Разуму Разум Это Наша Способность Запоминать События Факты Копить Знания Самые Разнообразные А Смысл Или Ум Он Расставляет Наши Знания Так Чтобы Мы Достигли Определенной Цели Которой Мы Преследуем И Цель Мудрости Это Жизнь Но Когда Тирается Настоящий Смысл Текста Мы Его Не Сможем Правильно Употребить Чтобы Достигнуть Жизни Почему Слово Божие Такое Большое Внимание Уделяет Правильному Пониманию Потому Что Можно Назвать Правильное Понимание Текста Писания Различных Дорожными Знаками Или Направлениями Или Стрелками Вы Знаете Как Во время Войны Очень Часто Он Делает Чтобы Заманить Врага В ловушку Значит Кто-то Выходил Разведка Или Кто Там Это Делал Они Брали Дорожные Знаки Расставляли Их По-своему И Когда Колонна С техникой Или Шла Она Шла По этим Ложным Знакам И Попадала В засаду То Вот Такие Ложные Знаки Дьявольские Будут Тогда Когда Мы Неправильно Понимаем Текст Писания Когда Мы Вкладываем Не тот Здравый Смысл Который Господь Вложил Когда Говорил Его А Свой Тогда Мы Не имеем Ориентации Мы Не имеем Ориентировки Тогда Мы Тогда Не Понимаем Читаем Движемся Но Движемся Не туда Смысл Потерян Этого Текста Писания Это Основная Беда Что Люди Читают Писание Но Не понимают Смысла В нем Заключенного И Как следствие Направляются В ложном Направлении Когда То Я Уже Не Помню Мне Приходилось Встречаться И Сегодня Мне Пришел На Память Когда Я Растуждал Вот Здесь Сидел Над Этим Местным Писанием О Чистом Смысле Однажды Пришлось Встретиться Кому То С Одной Женщиной И Вот Насколько Важно Иметь Чистый Смысл Вообще Я могу Начать События Которые С Христом Происходили Можете Христом Заверит Ученикам Берегитесь Закваски Фаришейской Которой Есть Лицемерие Другой Закваски Фаришейской И Саддукейской Ученики Думают И Наконец Говорят Это Значит Что Мы Хлебов Не Взяли Когда Христос Сказал Берегитесь Закваски Он Имел Ввиду Учения Фаришейского Саддукейского Он Имел Ввиду Лицемерие Он Имел Ввиду Ну Я Об этом Говорить Сегодня Не Буду А Вот Какой Смысл Был Вложен Туда Ученики Выслуши Сказали Они Сказали Это Значит Берегитесь Учения Фаришейского Саддукейского Это Значит Берегитесь Лицемерия Это Значит Берегитесь Греха Это Значит не делайте дело чужими руками, то иродовую закваску он чужими руками делал. Вот что было заложено в слова эти. А они сказали, это значит, что мы хлебов не взяли. Скажите, при таком понимании они могли ориентироваться в духовной жизни так, как положено? Не могли. И Христос не один раз говорил, что много я хотел бы сказать вам, но вы сегодня вместить не можете. То есть вы будете слушать, но будете толковать по-своему. И я помню тот пример житейский. Ну, значит, я уже точно не помню текстов, я просто их сегодня с головы возьму. Но расхождение будет то, о чем я говорить буду. Читает, значит, женщина одна неверующая, православная. И говорит, читает цикл Писания, значит, будьте долготерпеливы ко всем. И говорит, это значит, мясо нельзя кушать. Вы поняли меня? У него нет смысла, что здесь написано. Я тут настолько был, думаю, ну как так можно? Ну как так можно? Ну же настолько ясно. Ну толковать не надо. Но именно так сделала вывод. Ну что это значит? Это говорит, значит, мясо есть нельзя. Надо таким важным видом, как будто это в самом деле такая глубокая истина открытая, что и никто не знает. Я вот думаю, Петр когда говорил, он говорил не один раз. И думаю, что повторялся неоднократно. Если он в Писании писал и повторялся, то в жизни он повторял не один раз. Как и Христос повторял неоднократно практически. Одно и то же, но подход разный делал. И вся была задача его, чтобы напоминанием чистый смысл. Так что это значит? Вы знаете что? Вы даже по себе, наверное, можете заметить, что были времена такие в вашей жизни, когда вы слышали некоторые тексты и вдруг обнаруживали определенный момент, что вы не совсем правильно понимали. Я когда-то помню, у нас на лекциях в том институте, когда один из преподавателей сказал, кажется, фамилия его Марик последняя была, да? Он говорит, я раньше так проповедовал, а сегодня я посмотрел, и я уже так не проповедую. Человеку свойственно где-то однажды не взять так, как положено, эту истину, а после пересмотреть ее. И честные люди, они поснищаются сказать, что я-то понимал так, а сегодня я уже по-другому понимаю. Значит, для многих людей это проблема. Говорят, ну что ты говоришь? Ну я-то уже понял, ну что мне люди скажут? Ты говоришь, нам 40 лет проповедовал так, а вдруг я стал слушать братья и сестры, я неправильно говорил. Что они тогда скажут? Это тоже серьезно, что они скажут. Могут даже и попросить. Хотя, когда человек кается, он нисколько не унижает себя перед людьми, перед искренними, перед честными. Покаяние – это всегда возмышление. И не стыдно признавать свои ошибки, и не стыдно каяться в них. Но ни в чем это доступно. Ни в все еще не могут это делать. И понимают, но, как говорят, уже поезд ушел, и говорят, а что ж я всю жизнь учил так, а сейчас я стану, буду говорить по-другому. Это надо делать. Если мы искренне перед Господом, если мы хотим сами иметь спасение, и людей вести по пути спасения, то надо говорить, братья и сестры, не понимал, говорил так, а сегодня так. Но бывает и наоборот. Когда понимал правильно, потом проходит время. Сегодня появляется много учений, самых различных. И кажется иногда настолько глубоко аргументированным, настолько вроде бы твердо оставание положено, но в самом деле оно не так. И вот под давлением жизни, под давлением обстоятельств, под давлением новых учений, люди приходят к выводу, что мы неправильно понимали. Чистый смысл потерян. Что значит потерян? Он был, но сегодня его не стало. Так вот, когда мы читаем Писание, когда я говорю какие-то истины, то я могу сегодня сказать одно, завтра другое, а после завтра третье. Но когда мы читаем Писание, оно никогда нигде не менялось. И сегодня, когда исследуют богословы, исследователи Библии, то они находят, что какой она была тысячу лет назад, такая она и теперь. Какой она была две с половиной тысячи лет назад, такая она и теперь. Говорят, только одна буква или две разошло. Все. Поэтому, когда мы читаем Священное Писание, то этим напоминанием возбуждается у нас чистый смысл. Не чистый будет разбиваться. Вы знаете почему? Потому что у Библии нет вчерашнего и нет настоящего. И нет будущего. Она вся настоящая. Она не отжила. И она не на одну и вот никогда не поменяется. Ее не надо пересматривать. Ее не надо выправлять. Ее не надо добавлять. Ей нельзя пользоваться нечестно. Нельзя ее к своему разуму представлять. Надо свой разум к этой Библии представить. Сегодня мы, как люди, очень часто пытаемся найти в Библии подтверждение своего собственного мнения. и находим. Но это получается вне контекст. Это получается, что я тот, да не тот. Это получается так, как было, когда дьявол Христа искушал. Помните? Он же брал тексты Писания. Сегодня мы говорим, ну, сатана дура. Он ничего не понимает. Можно просто о нем потоптаться, потанцевать на нем, и все будет нормально. Это значит, он хорошо знает все. Иначе он не умел бы так сильно лгать, если бы он не знал правды. Уже он не знал бы, а как же солгать, когда я правды не знаю? Вот только тот умеет лгать, кто знает правду. Вы понимаете, о чем я веду речь? Ну да, вы скажете, может он не знал правды, но его научили. Я не имею в виду того, кто по цепочке заражен был. Я имею в виду того искусственного лжеца, который был у престола Божия и знал правду. Поэтому он знает, как людей вести в грех. Вы очень хорошо понимаете, что грех взял повод от заповедей. Раз Бог сказал, не убей, то дьявол очень простая задача, просто решается. Надо сделать, чтобы убивали. Если Бог сказал, говори правду, то чтобы вести в грех, надо что делать? Чтобы говорил неправду. Ложь, что отталкивается от истины и делает противоположное. Поэтому нам сегодня очень важно знать эту правду. И дьявол умеет подставлять. Он брал текст Писания, это было написано, это было Божье Слово, но вставлял их не туда, куда надо. Вот все, что он делал. Вот и все, что он делал. И я об этом сегодня говорить не буду долго. И в них напоминание возбуждает ваш чистый смысл. И что же основное, вот то древнее время, когда это было на здаре христианства, когда впереди еще были столетия и тысячелетия, когда впереди были еще массы народов, которым нужно было донести Слово Господне. О чем переживал Петр, когда говорил? Чтобы вы помнили, слушайте, что основное было в его жизни? Какая цель была у Вершания? Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Вот основная была цель его. Чтобы вы что помнили? Слушайте, это вот те камни, которые были положены в самом начале. Это вот те весы. Вот те меры, на которые сегодня надо ориентироваться, чтобы не заблудиться. И он настолько часто говорил это, и сегодня мы читаем, пишет, что в этот чистый смысл, что я хочу донести вам? Чтобы вы помнили слова, чиди. Это же фундамент нашей веры, по сути дела. Если мы сегодня не верим, что апостолы и пророки, и сам Христу сказали все, мы даем двери для всяких лжеучений, для настроек. Если мы сегодня понимаем, что Библия развивается, что она какая-то неразвитая нам данная, мы открываем прямую дорогу дьяволу к нашему разуму и к нашему сердцу. Ну, кажется, это мелочь, правда? Нам очень хочется, чтобы все развивалось. И то нормально. Потому что то, что не развивается, это ненормальное явление. Но Библии развиваться нечего. Это полноценное слово, которое Господь оставил для нас. И что является Словом Божиим? Чему авторитету можно и надо верить? Слушайте, святые пророки, Господь и апостолы. Все. И вы, наверное, знаете о деянии апостолов. Где описаны вот эти действия? Послания многие знаете. И эти послания принадлежат именно пророкам, Господу и апостолам. А дальше все. А вот то, что они говорили, они говорили в всякую полноту. Ее можно только достигать сегодня нам. Но выше мы никак не возьмем. Кто может дать высшее учение, чем дал Господь Иисус Христос? Это же был Бог во плоти. Было много мудрых людей. Но Библия прямо говорит, что мудрее Христа не было. И сегодня не может появиться никто. Кто бы дал больше, чем дал Христос? А апостолы просто. Они расшифровывали учение Иисуса Христа. Они свое-то не выдумывали. Вы понимаете, о чем я говорю? Если пророки были раньше, они предсказывали пришествие Христа и Его учение. И в символах вот весь ветки завет. Я уже об этом вам говорил. Начиная с бытия, продолжая остальными книгами, пятикнижием, возьмите вы пророку. Они вообще говорили о будущем времени, о времени благодати, в которой мы живем. И языком символическим открывали это время. Потом пришло время, пришел Христос, принес Евангелие. Он его открыл своим апостолам. И они эту Евангелие стали проповедовать. Мы сегодня, допустим, пишем Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка. Ну, я думаю, все хорошо понимаете, что это Евангелие Христово, правда? Христос сам ничего не написал. Это писали люди, которые вместе с ним были, которые были вдохновены Духом Святым. Потому все эти Евангелие это Евангелие Христовое. И еще Петр, он не написал своего Евангелия. Там где-то Евангелие Фомы, там есть Евангелие Марии, там есть Евангелие Филиппа. Я их немножко читал, но там такая несуразица. Учение гностицизма и так далее, оно не может быть Евангелие, это просто подделка. Может быть труднее было тем нашим братьям и сестрам, которые перед нами шли. Покуда еще шли споры о том, какое Евангелие считать боговдухновенным. Но сегодня, слава Богу, для нас эта проблема не стоит. Поэтому давайте сами себе не выдумывайте проблем. Люди, которые сегодня не доверяют всем Евангелиям, Писаниям, они себе проблемы создают. И получается так, как однажды американец один шутяк сказал, русские без проблем не могут. Если у них нет проблем, они их создадут и все равно будут карабкаться в поту. Они не могут без проблем. то давайте мы не будем такими людьми создавать себе проблемы. У нас есть Евангелие конкретное, которое в свое время Господь через Душ Святой отобрал и оставил нам как канон. А сегодня, когда мы его читаем, то если мы его понимаем так, то этим напоминанием возбуждается наш чистый смысл. А если мы его не считаем таковым, тогда нет. Тогда нет. Тогда ни о каком чистом смысле нельзя вести речи. Потому что нечем напоминать. То, что является напоминанием, оно взято под сомнение. Поэтому вот Петр так сильно говорит и утверждал для всех поколений, что вы должны помнить, что вы должны читать, на стопроцентные основания. Пожалуйста, еще раз прочитаю. Святые пророки, Господь и апостолы. Дальше. Петр немножко конкретизирует свою тему. Это значит, что еванки затрагивают самые разные вопросы. И мы иногда, что-то понять, отделяем тему одну. Ну, нельзя вообще тему сразу взять. Потому что Библия обо всем говорит. И она очень часто переплетена. Иногда не очень легко и непросто какую-то тему выбрать из всех текстов. Это нелегко. Проповедники знают, как хорошо надо перекопать Писание, чтобы отобрать необходимые места для определенной темы. чтобы не просто сказать, а чтобы ясность была конкретной, чтобы не запутать. И здесь уже Петр более узко направляет. О чем он помнили? Прежде всего. Знаете, когда люди говорят, прежде всего я тебе напоминаю, то говорят о том, что они особо отчиняют вот это наставление. Для них, в их сознании, и для людей остальных, вот это имеет особое значение. Прежде чего знайте. Что Петр говорит? Что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его. И вот с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения все остается так же. Наверное, вот эта линия или тема была очень актуальной во все времена для всех людей, во всех народах. И главная мысль такая, что ничего не меняется, все остается так же. вы наверное и сегодня слышали такие разговоры. Говорят, перестаньте, вы уже давно-давно говорили, что скоро-скоро, а еще вот и ничего и нету. И верующие так говорят, что вы людей пугаете, что скоро пришествие. Он уже говорит, как скоро говорили, а его и нету. Вот это было очень важным для Петра. И он, наверное, сталкнулся уже тогда с этим явлением и говорил, что вот эти люди будут самыми наглыми ругателями. Знаете, мы еще не ругатели, как понимаем? Ну, нецензурщина, да? Здесь немножко другой смысл вложен. Люди, которые убеждают людей не переживать, не готовиться и особо не освящаться, ведь смысл в чем был затронут? Эти люди поступают по своим собственным похотям. Они не очень ориентируются на Писание, оно для них очень мало значительно, и какая ориентировка? А вот этот делает ему ничего, это тоже делает, и смотри, как хорошо живет. А тот вообще, я бы его давно уничтожил бы, а вот смотри, как успевает хорошо. Они не ориентируются на волю Божью, они ориентируются на похоти людей. Я хочу сказать, что похоть это же не всегда что-то связано с половым развратом. Похоть это желание, которое противоречит просто Слову Господню. И это уже будет похоть, хотяние, сверххотяние. И Священное Писание говорит, вот как эти люди находят друг друга. Значит, само желание жить такой жизнью, и он находит подобных себе, и на их ориентируется. И одна и другая сторона говорят так, перестаньте нас пугать, потому что вот там и там и там и там, а ничего хорошо, нормально. И Библия говорит, прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его. И с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. И Петр говорит так, думающие так, не знали, что в начале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою. И тогдашний мир погиб и был потоплен водою, а вы говорите, ничего не меняется. Как он, этот первый мир, был составлен из воды и водой. То есть, о чем Петр говорит? Он вращается к самой первой главе книги Библии. Творение. Из чего все создано? А вы помните, что там написано? В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над чем? Над водою. Я за свою жизнь немало перечитал теории творения. И только где-то был 83-й, нет, даже 75-й, 76-й, 87-й. Значит, ученые установили, что начальными кирпичиками Вселенной был водород и кислород. А это безвидна и пуста. Это же составляющая воды. Вода уже сгорел кислород, да? Это такая исчина, которую школьники знают из наших учебников. Но в начале все было водород и кислород. Смотрите, насколько точно в Библии и Петр это знал, необразованный рыбак. Он не имел лазерного ускорителя, он не разгонял там этих камер атомы до бешеной скорости. Но он взял Писание и говорит, что небо и земля были составлены из воды и водою. Это как бы между прочим. Он ведь не рассказывал о том, как все было сотворено. Это между прочим, он бросил такую фразу. воду. А вот цель было показать, что этот мир был потоплен водой, так был составлен из воды водою. Вот так важно обращать внимание не только на центральные мысли текстов, но на побочные. Ведь центральная мысль, мир был погублен, правда? А побочная мысль, из чего составлялся этот мир, из воды и водой. Вот такой глубиной и полнотой обладает только Слово Божие. Ни один роман, ни одна философия, они не обладают таким вот свойством, чтобы каждое слово было на вес золота. В Библии нет просто слова. Оно просто когда мы определенную чему рассматриваем, просто ускользает что-то. Но в этом же тексте можно найти ответы и на другие вопросы. Если не внимателен, не найдешь. Я вам, наверное, рассказывал еще раз повторю, что значит невнимательность. Ну, конечно же, я хочу сказать, внимательность это одно. Все-таки должно быть действие Духа Святого, который как-то ну, делал бы сам логическое ударение на каком-то слове. И значит, что-то по-разному можно прочитать. Когда-то брат Иосиф, ну, правда, он Беня говорил, напоминал о том, как он когда-то это читал. И когда сделал правильно логическое ударение в предложение, то стал ясен смысл полный. Вы знаете, это очень важно, что когда вы читаете и следуете что-то, чтобы Дух Святой помог вам. Это он только может сделать логическое ударение на определенном слове. Ну, что значит? Я, может быть, для кого-то неясно, особенно для тех, кто недавно собрание стал посещать. Я просто хочу сказать, что это значит. Допустим, вот то же самое слово и говорящие, где обетование пришествия его. Я могу говорить на эту тему четыре проповеди. Первое. И говорящие. И буду говорить о говорящем. Где обетование? Я сделал логическое ударение на обетование и буду вести тему обетования. Предложение одно и то же. Обетование пришествия я сделавши логическое ударение, буду вести речь о пришествии. О пришествии его, я буду говорить о его пришествии. Поэтому, может быть, это чисто специфическое высказывание мое проповеднику очень важно, когда он начинает готовиться к проповеди, чтобы Дух Святой помог ему сделать на чем-то ударение логическое. Правда, гомилетика, наука проповеди, она по-другому немножко рассуждает. Надо найти центральное место, основную мысль, это тоже правда, но основной мысль может быть и побочное слово какого-то центральной мысли. Поэтому, когда я сказал внимательно, невнимательно, то я просто имел в виду заодно, что вместе с Духом все будем работать. Я вас не запутал этими рассуждениями? Мы ведем разбор слова, это не проповедь, вы вполне можете просто прервать или поднять руку и задать вопрос, потому что иногда оно может ускользнуть и тогда трудно поймать бывает. Поэтому и делаем разбор, что есть свои нюансы, есть свои плюсы. вы и меня не перервете, потому что я просто иду стих за стихом и сами смотрите кое-что выяснить. Поэтому здесь вот очень важно. Я помню свое время, когда я вернусь к этому примеру, где наверное прошло может год, может чуть-чуть меньше, может чуть-чуть больше, но не очень много, когда я покаялся. ну естественно, что для меня очень было неприятно, когда мне задавали вопросы, и я не мог на них ответить. Дело было не в том, что мне было стыдно, дело было в другом, что вот когда я не мог ответить, тогда дьявол начинал там ковыраться, и по-своему его трактовать в мыслях. Значит, у вас тоже так бывает, схватит какой-нибудь чекст, ай-яй-яй-яй-яй, это же Библия так учит, если кто не возгновидит отца и мать и жены и достоин меня, караул! Обычно когда разобрали, что значит это ненавид, там речь не идет о том, что мы еще не понимаем, ненавидеть, а немножко другое туда вложено, вы поняли меня, о чем я веду речь? Ведь я думаю, у вас бывали такие тексты, когда где-то прочитали, и как оно, ну как, ну как, так могла Библия говорить? Просто потому, чтобы не знали чистого смысла, что было туда вложено и так далее. А я помню, прошло некоторое время, и Бог меня очень часто предупреждал через Дух Святой. Он говорит, дьявол приготовил для тебя меч, чтобы с тобой сразиться. Он говорит, запомни, что он у него кривой и ржавый. ты просто говорит, ну будь вниматель, помолись, я тебе этот вопрос разрешу. И однажды я беру прессу нашу, я об этом тоже говорил уже, это будет повторением, но я повторением, в связи с тем, что я сегодня говорю, я, значит, чистый смысл напоминаю. И вот я беру газету, а там никто столик каюнчика деревни с гортоли, учитель один, он, 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 он рассказывает, как он там беседовал с кем-то из верующих людей. Чем он очень сильно смутил? Чем смутил? Он говорит, значит, так, что небо и земля были сотворны. На какой день? В липом? На четвертый вроде, да? Ну, значит, а свет в первый день был? Солнца и луны не было на землю, откуда же был свет? Ну, думаешь, и правда. А потом, когда я стал читать внимательно, тот же самый текст, той же самой первой главы, он дает ответ, что солнце и луна были поставлены, чтобы быть светильниками и светить на землю. они не были источниками света и сегодня не являются. Это светильники, которые берут свет откуда-то. Вы знаете, что свет был создан первый день, да? Мы обычно, когда говорим, что было в первый день создано, мы, как правило, говорим небо, правда? А вы же, это неправда. В первый день был создан свет, на второй день небо. А потом уже под небом земля была образована и так далее, и так далее. А уже на четвертый день на эту землю свет был переправлен. Поэтому Бог создал свет в первую очередь и сказал Бог, что да будет свет и стал свет. И был вечер, и было утро, день какой? Первый. Поэтому я опять возвращаюсь чуть-чуть не по теме, когда некоторые богословы, а это теория очень интересная, которые говорят, что вот между первым стихом начальник создавал Бог небо и землю, земля же была безбедная и пустая, то второй, там есть большой промежуток времени. И говорят так, что значит, вот этот промежуток времени говорит о том, что дьявол был сброшен на землю и он все это превратил в безбодное и пусть. Но когда мы читаем внимательно все то, что изъявилось отворено, мы видим, что это неправда. Почему? Потому что если взять эту теорию, значит, что значит? 148 Псалом объясняет, что относится к небу и что к земле. И к небу относятся звезды, все вот эти планеты, ангелы, хвалите ангела с небес, помните? Хвалите все звезды света. Если взять эту теорию, то это будет означать одно. А Библия говорит, что вообще-то Бог сотворил в течение шести дней. Значит, надо что допустить? Что дьявол не только землю привел безвидную и пустую, но он уничтожил солнце, он уничтожил луну. Во Вселенной не стало света. Ангелов тоже не было, потому что шести дней. Вы меня поняли, о чем я говорю? Я совсем не добиваюсь того, чтобы вы эту теорию не любили и чтобы ее не принимали. Пожалуйста, если она вам приятна, можете ей и пользоваться. Я просто говорю, что если взять логически, то видно, что не могло так быть. Поняли меня, о чем я веду речь? И все это потому, что очень невнимательно читаем Писание. Если читали внимательно и знали, что Библия относит к небу и что Бог сотворил по порядку, то никогда такую теорию не выдвинули бы. Потому что она говорит о том, что дьявол уничтожил все. Ничего не стало. Почему? Потому что небо надо было восстанавливать, звезды надо было ставить, луну надо было ставить, ангелов сотворить надо было и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я как пример привел. Я опять говорю, это для меня не важно как вы будете понимать и эта теория особого вреда не наделала. Но я просто взял ее как пример, что значит читать и не думать. Когда тут по порядку еще разложено по полочкам как оно должно быть. Думаю, что так не знают. я обращаюсь к пятому стиху. Думаю, что так не знают, что в начале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою. И хотя здесь я опять возвращаюсь к тому, что я уже говорил. Слово Божие написано с маленькой буквы. Но все вы должны хорошо понять, что небо и земля составлены из воды и водою не звуками подобными нам. Этим Словом был Иисус Христос. Я очень прошу вас запомнить. Потому что Библия говорит прямо «Все из него им и к нему». Апостол Павел напрямую говорит, что этим словом, которым составлены небо и земля, был Иисус Христос. Вот почему когда Он сказал, то и сделалось. когда я скажу, ну то что, ну что-то делается, ну то такое вот на уровне мыслей, на уровне нашей жизни, ну что-то если я скажу, чтобы солнце появилось, оно не появится. Но у Бога Слово было Бог и Иисус Христос. И поэтому, когда Он сказал, то и образовалась эта огромная вселенная, которую мы еще не видим. Эти миллионы систем похожих на нашу. По сути дела, это недостижимые нашему разуму измерения, которые не могут вкладываться в наш разум. Поэтому здесь вот еще раз Петр напоминает, кем все-таки это все было создано. Ну я немножко напомню, это будет для вас еще раз повторение, еще раз напомню о той щиле Христа, который Он имеет. В свое время, когда у меня были такие вопросы, тоже это было очень давно, мне задавали вопросы о небе и об аде. И я однажды сказал Господу, Господи, что я буду об этом говорить, когда я не знаю, как оно устроено. Покажи, как оно устроено. И однажды Господь показал. Такой интересный был разговор. видел, слышал и одновременно знания вкладывал без всякого голоса, без всякого слова. Рисовал, говорил и видел. Вот в центре огромная звезда пульсирует, силой. Господь говорит, вот это звезда, Иисус Христос. Вокруг него были кольца такие. Это бесчисленные миры, которые вращаются вокруг него, которые он держит силою своею. Вы знаете, это непостижимое могущество, непонятное сегодня для меня и для вас. Второе напомню, чтобы еще рассказать, с кем мы имеем дело сегодня. У меня одна цель – показать, с кем мы сегодня имеем дело. Когда однажды Господь сказал так, тоже было такое интересное откровение, их было немного, но за 30 лет их набирается немало, а вообще-то они очень редкие, они не такие частые. И сказал так, интересно, у меня, говорит, повселенная есть звезды, одна из которых больше, чем вся ваша солнечная система, и свет от нее одной больше, чем свет всех звезд, которые вы видите, и которые относятся к млеченому пути. Говорил языком нашим, человеческим. Представьте себе, если у него такие звезды, созвездия, у меня есть звезды, и все не возвращаются вокруг него, то кто он тогда? Это просто закрывая свой разум, невозможно рассуждать. Если земля для меня очень большая, а уже солнечная система, вот эти вояджеры американские идут, идут туда, идут, идут, некоторые уже перестали сигналы посылать, некоторые посылают, и все еще в нашей системе находится. А у него одна звезда больше, чем вся эта система, а тут целые созвездия. Поэтому, кто он такой, наверное, мы никогда не поймем, кто он. Но мы сегодня только просто благодарим Бога, что несмотря на то, что он такой большой, а мы такие маленькие, он дал нам спасение и держит нас в своих руках. За это мы должны благодарить его. Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водой, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибли нечастивых человеков. Смотрите, первый мир был составлен из воды водой, он погиб от воды. А сегодняшний небеса и земля, они сберегаются огню. И Бог тоже дал несколько примеров суда над нечастивыми людьми. И опять неправду говорят эти люди, что все продолжается так же, как и было. Нет Содома и Гаморы. И мы недавно читали, это тоже пример, будущим нечастивцам, которые будут истреблены огнем. То есть Священное Писание не скрывает того, что однажды в определенное время над всяким делом, над всяким человеком будет произведен суд и разбирательство и получит наказание, но уже не водою. Бог заключил завет сноем и с человечеством, что упредь вода никогда не будет потопом и поставил радугу, которую мы сегодня смотрим, как завет, что больше водой не будет уничтожено, но сказать, что будет уничтожено огнем. И за что будет уничтожено? За разврат. Вы знаете, что города и Содомские и Гаморские были уничтожены за разврат. Вы, наверное, знаете гибель Помпеи, есть картина Бурлова, вы, наверное, читали что-то. Оказалось, Библия об этом не говорит, это был развратный город, гомосексуалист и лесбиянство, скатоложство и так далее. Сегодня ученые открыли вот эти рисунки там, они обнаружили, они ничего не сказали в прессе, почему так было, вот почему они были истреблены огнем. Мы давно и очень часто слышали о том, что после окончания Второй мировой войны Хиросима и Нагасаки были уничтожены американской атомной бомбой. Сегодня крестьянский мир знает почему. Это был рассадник в то время лесбиянства и гомосексуализма. Вот почему при выборе кажется вы помните рассуждение кончилась война зачем было то оружие испытывать вы помните вот эти фразы это просто ну дейко это варварство по-человечески может быть да но Бог устал смотреть на это беззаконие и как раз погибли те города и окрестные которые были увеличены именно в этот грех. Так что Бог неоднократно показывал людям и предупреждал их что так как было раньше сумел он истребить огнем садом и гоморру сумел бы он убрать плеса земли Помпею сумел убрать Хирошиму и Нагасаки за беззаконие то же самое ожидает и грешный мир. Вы скажете очень жестоко и несправедливо но я думаю если бы я вам сказал так вы бы мне воспротивились и сказали бы никакой несправедливости нет сегодня всякий человек во Христе может изменить свою жизнь и стать новым паренем во Христе а кто-то не желает вполне закономерный финал и по-другому нельзя поступить во-первых по святости Божией потому что Бог ненавидит всякий грех он очень сильно любит грешника но ненавидит грех и второе это очень заразная болезнь и хочешь не хочешь ее надо истреблять и вы хорошо знаете из Писания что в конце концов люди откажутся от благодати Божьей откажутся от Духа Святого Духа будет отнят от земли и будет царствовать человек греха сын погибели когда никаких тормозов не будет когда никакой морали речи не будет и именно после этого Господь судит мир я нисколько не сомневаюсь если люди смогли остановиться и Бог смог бы остановиться он с тормозами это мы без тормозов это для нас очень часто неприятно менять свое решение но Бог неоднократно говорит живу я говорит Господь я не хочу смерти грешника но хочу чтобы он обращался и был жив и так покачившись и справчись и будете живы об этом вот этот финал из-за него Бога никак не обиднешь потому что для того чтобы люди могли иметь спасение он отдал своего сына единородного того которым я говорил что его трудно понять и уместить трудно но он уместился в человеческую плоть и был распят за грехи наши и воскрес для оправдания нашего и притом хочу вам сказать есть самые различные теории которые говорят что Иисус Христос не умер за грехи всего мира умер только за грехи тех которые покаяться и спасение примут Библия прямо говорит он умер за грехи всего мира но для многих жертвы будет напрасно вот это да это правильно это правильно что для многих голгофская жертва через то что они не поверили и не приняли она будет напрасна но я понимаю что это не недосмотр Божий не что-то сделано неразумно но через это никто не сможет иметь оправдание и сказать ты за меня не умер сберегаются огню надень сюда и погибли нечастивых человек я прошу обратить внимание на термин день сюда вы это выражение будете вспоминать неоднократно он еще называется днем господним когда вы будете анализировать чексты я вам говорил как они анализируются берутся общие потом берутся то как то написано по разному и мы выводим что об одном и том же идет помните мы так о духе потом рассуждали день сюда и вот что об этом дне сюда это очень важно говорит Петр который с одной стороны он не учился в наших теологических заведениях потому что если бы он не учился он бы так не понимал он бы понимал по другому но он не учился нигде он взял это от Христа и поэтому мог сказать то что он сказал одно то не должно быть сокрыто от вас возлюбленные что у Господа один день как тысяча лет и тысяча лет как один день еще раз огню на день суда и погибли нечестивые человеком в нашем понимании день это отрезок времени 24 часа но когда Господь говорит о дне Господь не судат он говорит так вы не считайте что это будет день равный 24 вашим часам одно то не должно быть сокрыто от вас почему еще будет сокрыто не будет стыковки некоторых вопросов если мы будем понимать что день Господень это 24 наших часа тогда будут непонятны многие вещи истины которые связаны с ним поэтому поэтому Петр сразу предупреждает что не думайте что день суда или день Господень это ваш человеческий день у Господа один день как тысяча лет и тысяча лет как один день о чем это говорит это будет промежуток времени когда Бог будет судить мир и в Библии он отображен в откровении Иоанна как 7 час гнева Божия когда Бог судит мир Вы хорошо понимаете что в течение 24 часов нельзя излить 7 час да но я просто это не самый вести аргумент это я просто ну к слову пришлось напоминаю вы помните сколько дней наших человеческих длился день суда когда Бог изливал воды для того для погибели земных людей помните сколько этот день суда продолжался 40 наших человеческих дней и лился дождь на землю 40 дней и 40 ночей это был день суда поэтому и день суда Господня это не человеческий день поэтому когда будем читать дальше то мы поймем почему Петр так говорил слушайте дальше не медлит Господь исполнением обетования как некоторые почитают то медленнее но долго терпит нас не желая чтобы кто погиб но чтобы все пришли к покаянию покаяние вот почему люди не понимают что это истинно и говорят а что уже давно говорят а еще нет вот здесь Библия говорит или Петр в своем послании говорит что Бог долго терпит нас людей не желая чтобы кто погиб но чтобы все пришли к покаянию а дальше послушайте очень важно будет связать с той мыслью который я сказал о дне Господнем или о дне суда слушайте придет же день Господень как тать ночью вы помните о чем мы говорим как тать ночью о пришествии Христа и восхищении да придет же день Господень как тать ночью и тогда что будет небеса шумом пройдут стихии же разгоревшись разрушатся земля и все дела на ней сгорят если так все это разрушится то какими должно быть святой жизни и благочести вам ожидающим и желающим пришествия дня Божия в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшие стихии растают а теперь давайте будем что мы ожидаем мы же ожидаем восхищения церкви правда а почему Петр так пишет что мы же не в себе были или не забыл о чем он говорил а он прямо пишет то какими же должно быть святой жизни и благочести вам ожидающим и желающим пришествия дня Божия в который восполненные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают скажите когда небеса будут гореть а стихии рушатся это может быть как тать ночью или нет вот вопрос задал небеса плавятся падают и трудно сказать может быть это тайно или нет ну конечно же не может если стихии разгоревшиеся разрушатся и земля сидела на ней сгора ну да как же оно может быть но мы же не ожидаем этого дня мы же ожидаем восхищения церкви и мы не попадаем на суть почему Петр тут так говорит братья если вы понимаете я вас не запутываю но я просто взял вот наше понимание что мы говорим и сравнив что Петр говорит так вот все дело в том что действительно этот день придет неожиданно как тать ночью вор приходит неожиданно но так как церковь не приходит на суд она не судится то в это мгновение когда трубит последняя труба возвещающая что наступает день суда то церковь отнимается от земли она же не судится но день то один Петра еще не научили что будет два дня один будет тайно а потом будет другой день там где-то далеко он уже не знал этой истины он не учился в наших заведениях он не читал наших книжек он просто знал что день Господь это не человеческий день это промежуток времени и говорит мы все-таки ожидаем этого дня другое другое дело мы гореть мы гореть не будем потому что первый день этого дня он будет состоять из множества человеческих дней когда будет наступать первый день этого судного дня церковь отнимается от земли а в течение этого судного дня то и будет почему Петр так и написал хотите я вам еще раз прочитаю не медлит Господь исполнением обетований какого обетований не пройчи за своими как некоторые почитают то медлением но долго терпит нас не желая чтобы кто погиб но чтобы все пришли к покаянию придет же день Господь как так ночью и тогда небеса шумом пройдут стихия же разгоревшись разрушится земля и все дела на ней сгора если так все это разрушится то какими должно быть святой жизни и благочестие вам ожидающим и желающим пришествия дня Божия в который воспоминенные небеса разрушатся и разгоревшие стихии растают Библия когда говорит о дне суда или о дне Господнем она говорит не о человеческом дне а о дне Господнем который не равен нашему дню и тогда все становится на свои места то есть допустим допустим я приблизительно говорю я не знаю ну сколько дней будет продолжаться этот день судны ну допустим я возьму что 40 дней это будет день Господень тогда в первый день когда будут начинаться эти 40 дней церковь забирать когда трубишь седьмая труба она на суд не приходит а в течение 40 дней мир будет наказан стихии разгорюшись разрушатся земля все дела не изгорают а мы ожидаем этого дня приведу еще один пример чтобы вам ну очень так сказать глубоко это легло на сердце что впоследствии не было столкновений текстов допустим если бы я сегодня спросил у вас где вы были вы бы сказали что были дома были на работе но потом если разбор слова понравился то вы вспомните что были на разбор и слова и все то в один день вы ждали дня что будет разбор да ну и ждали что пойдете на работу ну и ждали что еще что-нибудь будете делать день один а фазы дня разные поэтому сегодняшний день в вашей жизни произошло многое не одно что-то а очень много а день один так и в день господен день один взятие церкви суд над миром и пришествие Христа на землю когда его ноги встанут на горе Ливонской когда он придет к Израилю но восхищение церкви начало этого большого дня а ноги встанут последнее мгновение этого дня но день будет один нету нескольких дней у господа поэтому вот этот текст у господа один день как тысячу лет как один день очень важно его нельзя пропустить вы найдете такой же текст похожий и псалма но там немножко другой смысл вложен там вложен какой смысл что Бог в течение коротких дня может делать столько сколько за тысячу лет до него нет невозможного ничего и наоборот может протянуть какое-то действие что может делать в один день на целую тысячу и сжать может и расширить может но текст Петра совершенно не о том говорит а напрямую говорит нам о том какой будет день господен еще раз прочитаю придет же день господен как так ночью и тогда небеса с шумом пройдут стихия же разгоревшись разрушится земля и все дела на ней сгорят и если так все это разрушится то какими должно быть святой жизни благочастие здесь уже смысл ну я отрываю от меня господня о готовности говорит если это все так разрушится то каким должно быть вам чтобы вы вместе не сгорели с этим смысл в чем заключается ничего не должно быть общего с этим я не имею ввиду с материальной стороной нашей жизни мы живем в плоти и хотим мы или не хотим мы сталкиваемся с проблемой мы их решаем и мы их будем решать но мы не должны быть привязаны к этому на сто процентов и самоцелью иметь вот эту земную нашу жизнь от греха должны быть отделенные потому что если этого человека не сделает то сгорит вместе со своим грехом поэтому Петр он нисколько не строит иллюзии в отношении того что можно как-нибудь и через что-нибудь он говорит прямо если это все разрушится которое злом наполнено то смотрите чтобы вы были новыми людьми совершенно и то какими должно быть вам это говорит о том о высоком положении святости то какими должно быть вам в святой жизни и благочестии вам ожидающим и желающим пришествия дня Божия в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают сегодня много стихий на земле это тоже вопрос вы помните в откровении она будет читать что море отдало мертвых смерть и ад отдали мертвых помните разница вот эти все стихии будут уничтожены я думаю что мы будем говорить на эту тему конкретно об этих стихиях потому что мы подойдем к такому месту где надо будет останавливаться на этом там будет о начале я уверен что ни начало ни власти ни силы ни высота ни глубина ни настоящее ни будущее и так далее и так далее не могут нас отпустить потому что нам тогда придется говорить об этих начало всех что лежит в самом начале по Библии ну и рассуждать над этими стихиями впрочем мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли на которых обитает правда то есть вот это все греховное разрушится но будет новое потому что жизнь которую Бог сотворил во вселенной она не может исчезнуть вот эта катастрофа которая произойдет она будет связана только с наличием греха во вселенной а вообще Бог творил все вечным и обетования вечные и заповеди вечные и человек должен был быть вечным и Бог его по милости сделал вечным но это уже была его мудрость мы об этом тоже наверное будем говорить когда-то почему он так сказал смерть потом сказал скорбь будет а в самом деле в этой мудрости Божией для спасения человека должно было было найти очень много места для смерти и для скорби вы помните местописание Зекресиаста когда говорит я стал исследовать всю мудрость и нашел что во много мудрости много печали и кто умножает познание умножает скорбь там речь идет о чем что мудрости Божией Бог Своей он очень много места печали уделил для работы с нами людьми ну это тоже тема нельзя просто так сказать одной фразой ну и разъяснить то что там написано но это уже мудрость Божия и так возлюбленные ожидая всего почтитесь и явиться пред ним неоскверненными и непорочными в мире вот вся цельнозедание Петра все что он не говорил наверное затронул большие глубины для человека для нас правда и с какой целью чтобы мы поняли что все это пройдет а нам надо явиться перед ним неоскверненными и непорочными у мира но это у мира можно понять миры Божием а можно понять будете жить у мира но это не дает вам права оскверняться и большая ценность и когда человек живет среди разврата и он его не касается вы хорошо понимаете что жить в одиночестве и не грешить и жить среди греха и не грешить это две разные вещи хотя грешник и один будет троптать я один не с кем поговорить и тоже будет грешить потому что его натура такая но вообще-то легче двигаться всей церковью понимая однако стандарты святости чем выделяться кому-то одному приравнивая к Библии не сватая на то что кругом все остальные делают что хотят так часто и мнение меняется почему а почему ему можно а мне нельзя а тут начинается с того что кто-то хочет кому-то предлагают чистое а он видит что кругом делается не то что надо и никто и ничего знаете один два три дня четыре потом интересно а почему это так почему а почему дети часто с родителями а почему им можно а мне нельзя почему преподаватель красится завивается а вы мне запрещаете а почему все дело в том что грех очень липкий и люди которые не познали его глубину им хочется его они думают что они что-то не добрали там поэтому это довольно серьезные вопросы легче двигаться вместе чем в одиночку пробиваться хотя мы можем найти в Писании об одной из церквей которым Господь говорил вы помните ты носишь имя будто ты жив но ты мертвый бодрствый и утверждай прочее близкое к смерти ибо я не нахожу чтобы дела твои были совершенными пред Богом моим в Сардисе я на полке в Сардисе в Сардисской терпе написано впрочем у тебя там есть несколько человек которые не ствернили одежь твои и будут со мной ходить в белых одеждах ибо они достойны и правда достойны в Сардисе летит кто считает что он живой а он мертвый что такое мертвый во грехах ходит живет во грехах и грех проповедует что можно и несколько человек ходить они достойны это люди которые действительно заслуживают поощрение и Господь это отметил позже в тебя не еще есть в несколько человек но я представляю как этим несколько было жить в этой церкви когда они их показывали пальцем называли их белыми воронами среди черных они ни на что не смотрели они жили так как надо жить и им не было сказано пока еще а еще не так то я с тобой сражусь и так далее и мне надо было это говорить они просто следовали по слову не обращали ни на кого внимания они знали что у них есть слово божье они были утверждены на словании апостолов и пророков имели иисуса христа очень старались пришел перед всеми этому Петру сказал что ты лицемер а он не сказал что в этого Павла не слухайте он заблуждается он мне он как сделал даже возлюбленный брат наш Павел написал они умели принимать все умели ну называть вещи своими именами и никогда не обижались когда между ними что-то происходило у нас же часто так не бывает правда если ты со мной много можно но если ты против меня смотри берегись тогда бросает тень и долготерпение Господа нашего почитайте спасением как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам а как он говорит об этом в всех посланиях в которых есть нечто неудобов разумительное что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращает как и прочее писание я уже не буду говорить о неудобов разумительном есть некоторые вещи которые из чего нам неудобов разумительны особенно когда читаем Библию поступки некоторые как он мог так как мог так совершить есть но вот на что обращаю внимание что будет впереди у тех людей которые превращают писание к собственной своей погибели превращают как и прочее писание оказывается превращать писание это значит готовить себе погибель и находиться в ней кажется ну что тут ну не так понял не так объяснил ну где-то не хватило мужества в глаза сказать правду немножко завуалировал и так далее собственно своей погибели превращают как и прочее писание и так вы возлюбленные будучи предварены о чем берегитесь чтобы вам не увлекся заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения оказывается это не безобидно все кто-то пророщает кто-то носит в себе кто-то предлагает кому-то как правило есть такая особенность касательно людей которые заблуждаются они как правило это свое заблуждение навязывают везде и повсюду где надо и где не надо почему потому что им кажется это настолько великая истина которая никому неизвестна они просто горят желанием ее дать кому-то но это не есть истина это есть заблуждение как проверить по писанию по писанию у нас нет другого мерила мы не можем это проверить откровениями потому что такие заблуждения они приходят из откровения часто вы не понимаете о чем я говорю вот то что приходит что люди утверждают что это великая мудрость писания нету этого это откровения ложные они проверяются словом божиим эти откровения откровения которое пришло от господа оно никогда не пойдет в разрыс с писанием оно обязательно где-то будет им подтверждено если вы не находите подтверждения в писании вот в этом писании не в каком-то другом смело можете ставить сторону это откровение другое дело что Бог может предупреждать ваше откровение что вы неправильно заблуждаете это может быть и опять-таки мы проверяем все это словом божиим поэтому кто глубоко знает писание он может проверить откровение и пророка и видение и так далее не знаю что писание и откровение можешь принимать ложные и проверить будет нечем поэтому очень важно его знать это писание и так вы возлюблены будучи предваренящим берегите что вам не улечит заблуждением беззаконников оказывается заблуждение попадает беззаконники мы поняли с этого текста ну как беззаконники ну мы же в церковь ходим беззаконник ходящим в церковь дьявол имеет доступ через грех а грех есть что беззаконие поэтому я хорошо понимаю что Петр здесь писал он не писал миру он писал верующим людям вы помните Петр писал и из вас самих восстанут люди которые будут говорить превратно для чего чтобы увлечь учеников за собою а зачем увлекать так надо быть большим человеком потому что гордость а гордость беззаконник или стыдно признаться пока что не так говорил опять ты что гордость когда нет гордости легко все делается когда она есть трудно и тяжело признаваться поэтому Петр здесь говорит и так вы возлюблены будьте предваренны чем то есть предупреждены мной об этом берегитесь если вы думали что это вас не достигнет этого не будет среди вас что вы сделаете все что все будут понимать одинаково то не думайте будет вот так и потом вы бодрствуйте будьте предваренны о чем берегитесь чтобы вам не увлекся заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа вот цель и Петр не один раз говорит почему говорит старайтесь делать твердым или более твердым ваше звание и избрание так поступая никогда не приткнетесь но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа ему слава и ныне и в день вечный аминь и наверное сегодня тоже будет аминь аминь и аминь и Продолжение следует...